Есть архитектура трансформера, generative, значит, что она генерирует? Ты, Алексей, погоди. Йо-йо, мэй, это все хорошо, это все хорошо, continue, continue, it's all good. То, что ты нашел, это же не факт, что правда. Никому, ничему нельзя доверять, особенно в интернете. Поэтому я на чем-то... В интернете этот подкаст не выложен никогда. Если он в интернете, не доверяйте ничему, что мы сказали. В этот раз достаточно необычный формат. Как мы такого еще не делали, вот в связи с чем. Последние месяцы чат GPT, нейросеть, это один из продуктов компании OpenAI, основанной Илоном Маском, всем известным, и самым Альтманом. Так вот, эта нейросеть стала настоящей такой знаменитостью. Количество упоминаний в технологических медиа и научпопе, иногда вообще в обычных медиа, какое-то запредельное. И причем она там и экзамены какие-то выпускные сдает, и пишет книжки, статьи, проповеди. Гугл, по слухам, будто бы боится и считает ее чуть не угрозой своей бизнес-модели. А буквально накануне стало известно, что Майкрософт вкладывает в компанию OpenAI какие-то гигантские деньги, 10 миллиардов долларов, или что-то в этом роде. И вроде как, слухи, встроит эту самую чат-GPT в свой поисковик Bing. А может быть еще и в Word, в Excel, в Outlook, то есть в почту. В общем, всюду. И этот выпуск подкаста о том, что же это за зверь. Такой чат-GPT, действительно ли он угрожает поисковому бизнесу как таковому. А Яндекс боится? Есть информация? Вот сейчас мы попытаемся выяснить. Сегодняшний наш гость – это Алексей Гусаков, руководитель направления машинного интеллекта в Яндексе. Я не ошибся? Примерно так, да. Примерно. И сам машина, посмотрите на этого человека. Это правда. И есть надежда, что на связь выйдет Константин Лахман, еще один ML-генерал Яндекса. Ну а чтобы переводить с языка специалистов на какой-то общечеловеческий. Здесь ваш покорный слуга и наш уже практически постоянный гость. Причем по теме машинное обучение Сергей Мезенцев. Известный также как Сережа и микрофон. Привет, привет. А тебе эту подводку написала нейросеть? Да, да, да. Нейросеть, причем биологическая абсолютно. Алексей, давайте вот, собственно, начнем. Вот такой хайп технологический, это вообще насколько типичная история. Ну, вот по ощущению, весь мир выучил вот эту вот аббревиатуру ЧАД-Джи-Пити, которая обычному человеку, в общем, не сдалась. Она не понимает, никто не понимает, что она означает и зачем. Но все читают про нее друг друга, говорят в курилке, что ЧАД-Джи-Пити что-то сделал. И, может быть, это как-то угрожает жизни этого или работе. Или еще что-то. Откуда хайп взялся, короче? Аббревиатура известна. Она соответствует просто тому, что это генеративная текстовая модель. Generative Pre-Trained Transformers. Господи. Есть архитектура трансформера. Generative, значит, что она генерирует. Алексей, погоди. Какие архитектуры трансформера? Мы ничего не поймем. Йо-йо, мэй, это все хорошо, это все хорошо. Да, да, да. Континни, это все хорошо. Просто когда я учился, уже понимание того, что существуют какие-то нейросети компьютерные, оно было. Но это были реально какие-то самые пыльные, заброшенные, далекие аудитории. Туда никто не ходил. А это конец 80-х. Было, но как бы не нужно академическое дребедение. Никакого хайпа. Никто об этом в юном технике или технике молодежи не писал. Чего все сейчас за это принялись? Вообще все так же. То есть у меня, когда я учился, это было там в пятом-десятом году, тоже была кафедра на мехмате интеллектуальных систем. И, как правило, туда шли люди, но часть из них просто говорили, что я хочу не особо напрягаясь защитить диплом и идти работать. То есть это такой тип архивное тихое место? Да. Что-то поисследовать, написать какие-то статьи. Которые никто не прочтет, важно. С хорошей вероятностью. Один человек с большим юмором рассказывал мне, не без самоиронии, что он идет на эту кафедру создавать искусственный интеллект. Тогда все вокруг действительно поддержали его шутку. Ну, какой искусственный интеллект действительно? А, то есть это ради хохмы? Да, ради хохмы, да. Я буду искусственный интеллект создавать, говорит человек в 2007 году. И смеется над собой, над ним все радостно тоже смеются. Про нейросети тоже слышали. Когда я работал в гугле, в поиске, я слышал, что Bing экспериментирует с нейросетями в поиске. Всем же известно, что нейросети в поиске — это не мейнстримы, не надо этим заниматься. Тоже посмеялись. А потом все чаще-чаще вот так сначала смеялись, смеялись. Потом к 2012 году где-то смеяться уже перестали. Там начался какой-то взрыв нейросетей. И с тех пор время от времени возникает новый-новый прорыв, каждый из которых порождает большой хайп. У нас вроде бы появился связь с Константином Лахманом. Есть? На самом деле показалось, что Леша, когда рассказывает про своего друга, который в 2007 году пошел куда-то делать искусственный интеллект на какое-то там пыльное место в кафедре, мне показалось, что он рассказывает про меня, потому что это ровно моя история. Но мы с Лешей учились в разных институтах. Видимо, это какие-то параллельные были личности. Но как раз да, я в 2007-2006 году пошел заниматься нейросетями. Тогда я действительно был не в фаворе. Но если честно, нейросети проходили уже свои взлеты и падения на протяжении всего XX века. Это не то, что это первый какой-то хайп вокруг нейросетей. В конце 90-х, например, успешно все распознавали чеки из магазинов с помощью нейросетей. Поэтому в этом смысле это долгая история все равно. Она не взялась из ниоткуда. Ну да, говорили, что во второй половине XX века как минимум две зимы было искусственного интеллекта и нейросетей. И сейчас, очевидно, даже кажется не весна, а лето такое. Да, вот супер горячая прямо тема. Так объясните, почему именно про чат GPT все начали вопить так? Чем он реально отличается? От балабобы. Да, от балабобы. От нашей. Которая сделана, я так понимаю, на основе GPT-3. Того же, ну приблизительно. Не на основе, может быть, но как-то близко. Это GPT-3. И почему про эти перестали кричать, а все кричат про чат? Что там такого? Мне кажется, что мы просто немножко подзабыли, что вот два года назад, когда вышла, собственно, GPT-3, то ровно так же очень большой был информационный поток новостей, сообщений, всего чего угодно, о том, что смотрите, какие потрясающие реалистичные тексты она генерирует, неотличимые от текстов человека. Что такое вот эти языковые модели? Языковые модели – это, по сути, некоторый алгоритм, который способен генерировать следующее слово в предложении. То есть ты даешь ему какое-то предложение, и он генерирует наиболее вероятное следующее слово. И мы их так и учим, ну, то есть мы учим вот эти системы, что значит учить? Ну, подбираем параметры в этих системах автоматически таким образом, чтобы они умели правильно генерировать следующее слово в тех предложениях, которые мы им вскармливаем. И, по сути, вот с помощью такой очень простой задачи, ну, правда, задача довольно простая – просто сгенерировать следующее слово. Мы надеемся, что модель берет в себя какое-то знание о мире окружающих. То есть она читает тексты, которые мы ей предоставляем, пытается их как будто бы немножко выучить, и через вот эту работу с текстами она приобретает знание о том, какие объекты в мире существуют, какие процессы есть, какие взаимосвязи между объектами. Вот это вот такое знание, general knowledge знания о мире приобретает. И это вот то, что было там, не знаю, 2, 3, 4, 5 лет назад, когда вот мы учили языковые модели генерировать тексты. Я прошу прощения, просто меня поразило следующее сообщение Блумберга, по-моему, что в этот раз, в этот цикл хайпа, это, по-моему, терминология Гартнера, что ли, какой-то аналитического агентства, значит, вот цикл хайпа у них есть такое слово, в этот цикл чат GPT именно попробовали 30% профессионалов всех специальностей. Это прямо очень много, по-моему. Может быть, в слове «чат» есть секрет? Нет? Мне кажется, что слово «чат» наоборот является скорее обманкой, чем секретом, потому что GPT-3, что, вот как мы ранее сейчас обсуждали, она умеет генерировать следующее слово. Задача в целом интересная, но не то чтобы суперполезная с точки зрения каких-то реальных практических приложений, потому что ты должен еще как-то сказать модели, а что она должна сгенерировать. Ну, то есть не просто как бы следующее слово, а что она должна сгенерировать какой-то связанный текст по какой-то теме, который отвечает на какую-то проблему или решает какую-то задачу. Пусть это может быть задача суммализации или задача классификации, является ли письмо спамом или не является письмо спамом, но ты должен как-то модели сказать, что ты от нее хочешь. И вот как раз вот эта часть, она была довольно сложно устроена в моделях до ЧАД-GPT и серии других моделей, которые сейчас похожи, которые идеологически похожи на ЧАД-GPT. Вот мне кажется, что как раз сейчас основной переход именно не в том, как это устроено под капотом, а в том, почему это сейчас еще больше обрело такую информационную распространенность, заключается в том, что новым моделям значительно проще объяснить, что ты от них хочешь. Их значительно проще контролировать. То есть их выход и то, что ты хочешь от них получить, значительно проще им передать. И поэтому, мне кажется, собственно, такой информационный взрыв это и получило. Другой вопрос, какими технологическими приемами это было достигнуто. Интерфейс. То есть легче стало с этой штукой работать. Понятнее, нет? Нет? На самом деле слово ЧАД здесь я бы не стал совсем уж недооценивать. Действительно, порог входа в эту штуку, в эту технологию, способ попробовать вообще продукт, который они заворачивают, он выше всяких похвал. Там уже бесплатно все. Во-первых, бесплатно, да. Сейчас популярность достигла такого предела, что заходя туда, с вероятностью процентов 99, ты увидишь, что там все перегружено, и сейчас доступа конкретно у тебя нет, потому что пользуются другие люди, ты стоишь в очереди. Да, это популярность, которую они набрали очень быстро. И не требует никаких знаний кодинга, да? Ты просто спрашиваешь. Да. Расскажи мне об этом поподробнее. Причем можно и по-русски, можно по-английски, то есть там интерфейс понятный всем. Просто в России нужен западный номер. Чат GPT может общаться по-русски? Да. Да? Ха. Она действительно мультиязычная модель, то есть они, естественно, фокусировались на английском языке, но из данных при тренировке они не удаляли другие языки, соответственно, она обладает какими-то знаниями, и на приемлемом уровне может ответить на русский запрос. И сформулировав ответ по-английски, если ты просто напишешь «переведи» на русский, она переведется с каким-то качеством весьма неплохим. У меня такой вопрос. Мне кажется, что в значительной степени интерес к этой штуке объясняется тем, что появились сведения, что вроде как ее побаивается Google. Что вот это типа угроза, существующие уже, сколько там, 25 больше лет поисковой индустрии. Так ли это? Вот я... Я думаю, здесь все-таки ты немного путаешь причину со следствием. Не знаю, я просто... Они за первые... У ПНР за первые пять дней своим чат GPT набрали 5 миллионов активных пользователей в день. В то же время Google объявил код Red несколько позже, чем это произошло. Но из-за чего Google боится? Не из-за того, что... Не только из-за того, что возник такой дикий хайп, но и благодаря тому, что... Они попробовали. Штука действительно во многих областях стала радикально полезнее, чем все, что было до этого. Но я как юзер могу сказать, что когда я пользуюсь поисковой системой олдскульной, я типа должен поработать. Я такой, я должен надеть такие очки большие, нарукавнички. Так, мне нужно найти. И вот мне поисковая сеть такая вот... Все, что нашла, она изучает твои проблемы. И ты такой, начинаю научную деятельность. Так, сравниваю критическую мысль. Это какого, за какой год эта статья, за какой этот. Конечно, мне как юзеру удобнее сказать, а что там это вот придумай или сделай, давай быстрее. И она такая, о! Все, готовый результат. Ничего искать не надо. Все за тебя сделано. Тут я понимаю, почему поисковые сети напряглись. А мы... Они во множественном числе? Яндекс тоже напрягся? Яндекс тоже напрягся. Но я помимо просто того, что отвечаю за машинное обучение, я отвечаю еще и за технологии, которые в поиске внедряются. А почему, собственно, напряглись поисковые системы? В чем напряг-то? Я так подозреваю, что в принципе напряг только в том, что приходится, придется рано или поздно поменять механизм, который предлагает поисковая система пользователю. Вот этого делать не хочется, да? То есть у нас есть Блабоба. Вообще я думаю, что нейросеть — это небольшая проблема. То есть их развить, сделать уже не космической технологией. Просто, наверное, проблема в том, что рано или поздно придется как бы привыкнуть к мысли, что юзерам нужно другое. Да? Или как? Привыкнуть к мысли как раз несложная задача. Натренировать нейросеть. Ну, действительно, общее направление понятно, но там очень много сложной работы. И довольно дорогой работы. Мы вваливаем очень много денег в обучение, чтобы покупать видеокарты и сжигаем железо. А вот это как раз интересная история. По-моему, миллиард Microsoft вложил в OpenAI, и они, я не уверен, что на всю сумму, но сделали GPT-3. Это вот можно себе представить объем... Чар GPT? Нет, GPT-3 в 19-м году. А сейчас они дают 10 миллиардов. Я уж не знаю, что на эти деньги там сварят, какую кашу. А зачем нужно так много денег? Объясни мне, пожалуйста. Видеокарты. Огромное количество видеокарт. Не знаю, Костя может в точности сказать, вот сколько нас видеокарт, чтобы обучить. Суперкомпьютеры какие-нибудь, да? Ну, нужны сотни, сотни тысячи карт. Это, конечно, зависит от самих карт. Но, кстати, вот, между прочим, можно я небольшую ремарку по поводу поиска, который отвечает тебе на вопросы, а не вываливает в тебя кучу информации, в которой ты должен сам разобраться? Сама концепция такого поиска, она же не нова. И все поиски, и Яндекс, мы, и Гугл, все поиски все равно туда двигались. Мы все равно пытались уходить от вот этой выдачи из 10 скольки угодно ссылок и пытались эту выдачу преобразовать так, чтобы пользователь быстрее находил ответ на свой вопрос. То есть, не знаю, точно так же пытались суммаризировать выдачу в виде быстрых ответов, фактов, объектного ответа, каких-то других богатых элементов выдачи, которые позволяли бы пользователю вот не копаться в этом в очках и пытаясь понять, какой информации больше доверять, какой меньше, а сразу получать необходимый ответ. И в этом смысле, ну, Леша тут, конечно, может сильно подробнее меня рассказать, но, как мне кажется, технологии, похожие на чат GPT, они не заменят поиск. Они просто станут еще одним инструментом, с помощью которого поиск станет сильно удобнее и лучше. То есть это расширяет наш инструментарий, а не заменяет что-то или убивает. В целом, как и всегда, один из примеров, которые я люблю, который придумал когда-то мой научный руководитель, кажется, если я правильно помню, это то, что мотыга, она не заменила, ну, как сказать, люди не вымерли после появления мотыги. Мотыга просто стала инструментом, с помощью которых люди стали быстрее выполнять какие-то функции, например, там, вспалывать поле. Вот примерно то же самое, мне кажется, с любым инструментом, который попадает в наши руки. Ну, может быть, но имеется в виду, что сейчас существует какая-то экосистема интернета, да, и поисковик – это такая труба полива, которая по полям разбросана. Ищут здесь, поливают там, трафиком. Ищут здесь, поливают здесь. Понятно, что если тебе будут давать один ответ, понятный, легко, и 90% людей этим воспользуются, эта система полива исчезнет. Я правильно понимаю? Ну, то есть это вот как бы сдвиг парадигмы, это вот реально какая-то другая мотыга получилась. Экосистема – это очень большая тема, и очень много рассуждений на эту тему есть. Был когда-то у Яндекса слоган «Найдется все». Да. И сейчас это уже как бы не актуально получается, да? Действительно, начинались «Найдется все», и этот слоган был придуман, исходя именно из парадигмы, когда ты вводишь запрос, тебе 10 синих ссылок. И успех – это если то, что ты искал, действительно там нашлось. Причем изначально под тем, что ты искал, понимается то, что там найдутся ключевые слова, которые ты вбиваешь, причем желательно в нужных потежах. Дальше поиск становился умнее и умнее, ты вбиваешь запрос, он понимает смысл, находят эти же синие ссылки. Дальше суммаризация, какая-то примитивная суммаризация, когда мы понимаем, что человеку нужен не весь сайт прочитать, а всего лишь одно предложение. Давайте его прям выведем на экран, прям сразу, чтобы решилась задача. Дальше появилась штука такая, как объектные ответы. Ну, то есть спарсили из Википедии про известных личностей и прям такую красивую карточку показываем. Это граф знаний, knowledge graph. Отсюда появляется knowledge graph, то есть эти объекты, они между собой еще как-то связаны, и это вообще полезная информация. Спрашивают про какого-то одного бойца, UFC, раз уж мы обсуждали. Там показывают еще каких-то связанных с ним бойцов, с кем он бился, еще что-то. Впрямую человек спрашивал про одного конкретного бойца. И в парадигме, когда найдется все, в принципе, задача решена после того, как мы показали статью в Википедии про этого бойца. Человек живет не какой-то одной задачей, а жизненной ситуацией. И когда возникает какая-то тема, у человека есть желание разбираться в теме. И мы постепенно, то есть это не то, что мы решили вчера, но мы переходим к парадигме, когда задача про найдется все в общих чертах, у всех уже решена, и дальше надо помогать людям лучше разбираться в теме. И как теперь слоган звучит? Мы помогаем разбираться через максимально оцифрованный мир. Поможем во всем разобраться? Да. Я бы думал, слоган. Нашлось все, но мы покопались и нашли лучшее. Да, но мы покопались, да, еще. Кстати, так-то это накладывает, на самом деле, еще большую ответственность на нас. Потому что одно дело, когда ты просто являешься зеркалом, которое показывает, находит тебе эти 10 ссылок, другое дело, когда ты еще пытаешься как-то творчески это все преобразовывать. Да, черепикать, как в ваших нейросетях в сленге говорят. Известно, что эта нейросеть, так же, как и другие машинные модели языковые, бредит, галлюцинирует. Ну, то есть, когда она особенно не понимает или в каких-то ситуациях, она начинает выдавать что-то очень правдоподобное, не имеющее никакого отношения к жизни. Значит, до тех пор, пока люди прибежали попробовать, и действительно за пять дней миллион набрали регистрации, попробовать можно и галлюцинаторное что-то. А когда это сервис, на котором еще и деньги зарабатывают, где там есть реклама, наверное, с галлюцинациями это что-то делать нужно? Или я же передергиваю как-то, неправильно оцениваю ситуацию? Конечно же, нужно. Вообще, да. Возвращаясь к вопросу, насколько сильно Яндекс беспокоится про то, что появляются такие технологии, мы беспокоимся очень сильно. Мы стягиваем наших лучших людей, которые занимаются ML в этот проект. Мы договорились о том, что мы потратим очень много денег на разметки с помощью людей, которые что-то понимают в мире. Так, разметки с помощью людей, пояснительная бригада, где там удаленная или местная? Сергей? Ну, видимо, кто-то должен обучать нейросеть в конкретных областях. Какие-то спецы. Ты об этом, да? Да, все так. То есть есть медицина, есть бригада медработников, которые тренируют нейросеть выдавать максимально точные ответы в какой-то области медицине. То есть тренировать не на чистом интернете, а на дистиллированном знании так, что ли, как-то? Или чем? Ну, там несколько этапов обучения. На первом этапе модель учится на всем интернете предсказывать следующее слово. Дальше, чем дальше мы проходим по обучению, тем ближе мы к каким-то конкретным применениям подходим. И необходимым этапом обучения является проверка людьми того, что делает эта модель. Люди объясняют ей, что хорошо, что плохо. Условно, модель сгенерировала два варианта ответа, а какой-то человек, который разбирается в теме, а другой не сможет ответить на этот вопрос, говорит ей, что первый ответ лучше второго, а в этом случае второй лучше первого. Это данные, на которых модель может понимать, что лучше людям, в каком формате они хотят видеть ответа, в каком не хотят и так далее. Вот среди этого хайпа есть сообщение о том, что стэк оверфлова – это такая свалка-википедия для программиста. Берешь, оттуда копируешь и иногда работает. Или, значит, запретили у себя генеративные тексты размещать. Генеративный код. Как они понимают, какой генеративный, а какой нет? Это уже второй вопрос. Вы сделали нейросеточку для помощи в работе над научными публикациями «Галактика» от Фейсбука и закрыли ее на третий день, потому что она бредила. Как вот? Ну, вы рассказали общий подход. И он, вероятно, очевиден всем. Но что-то, похоже, не исправились еще. Или как? Мне кажется, вот эта тема про галлюцинацию и про требования к финальным продуктам, она очень важная. В том смысле, что мы уже употребили здесь термин «черепики». Это тщательно отобранные положительные примеры срабатывания модели. И вот когда ты… Есть такой интересный когнитивный сдик. Когда ты тестируешь какую-то модель, например, поиграться просто с ней, то когда модель из пяти раз отвечает один раз прикольно, то для тебя это довольно ценно. Ты думаешь, «О, какая умная модель!» И ты забываешь про четыре раза, которые она ответила какую-то фигню или не очень в тему и не очень складно или вообще то, что тебе не понравилось. А вот когда ты пытаешься уже внедрить это в финальные свои продукты, то там совершенно обратная история. Если модель из пяти раз ответила одно что-то не так, то у тебя уже сдвиг в другую сторону, что типа «Как же так?» она в целых, не знаю, 20% случаев обманывает пользователя или отвечает какую-то фигню. У тебя уже другие требования. И в этом смысле вопрос контроля за этими моделями, то, что мы, например, внутри называем таким термином как факт-чек, когда ты пытаешься проверить, оправда ли модель не обманула в своем ответе, он очень важный. Но как это, тут модели присматривают за моделями, мы в какой-то степени тоже пытаемся другими моделями контролировать вот эту первую, то есть решать проблему факт-чека. Но она, безусловно, очень существенно стоит, это правда. А у меня тогда такой вопрос. А какой может быть факт-чек? Потому что «Галактику» загубили именно за то, что она отдавала референсы, ну, как в научной работе, ссылки на нормальные, реально существующих людей и на выдуманные документы. И вообще откуда, что это за патологические склонности к вранью? Это что такое? Как это оказалось в нейросети? Это вы ее научили или ваши коллеги заморские? Почему она вообще так подробно и правдоподобно галлюцинирует? Это же похоже на самом деле на студентов. Вот студент, он как-то чего-то учил, тоже прочитал не весь интернет, но нужный учебник прочитал. Запомнил какие-то комбинации слов, что вроде что-то такое было, эти слова вроде как-то связаны. Допустим, он где-то недоучился, но он пришел на экзамен, ему необходимо что-то ответить. Ну, иногда будет галлюцинировать, очевидно. Давайте так, я тут это не люблю одушевлять неодушевленное, но тем не менее. Это некоторый внутренний мир модели. То есть мы показываем ей, как устроен внешний мир, и она из этого внешнего мира какое-то отражение внутрь себя в какой-то степени находит. То есть это же как и человек. Человек, который прочитал, не знаю, множество информации, информация, которая оказалась у него в голове, это лишь отражение реального мира. И человек точно так же может галлюцинировать, у него могут возникать ложные воспоминания, которые получаются путем интерференции реальных воспоминаний. И вот все то же самое в какой-то степени происходит и в модели. И действительно, очень часто от нее можно получать ответы суперреалистичные. И это даже не галлюцинация, это какая-то параллельная вселенная. То есть это могло бы быть правдой, но не в нашей вселенной. Чему я научился на эту минуту? Значит, все эти нейросети – это просто способ работы с большими объемами данных. Правильно? Пусть и творческая такая работа, но это просто как бы способ осознавать какой-то большой объем работы и как-то вкусно с ними взаимодействовать. Это не искусный интеллект. Это просто трюк такой, который может выглядеть как некое результат. А можешь определить, что такое искусственный интеллект? Потому что есть такой чудесный парадокс. Я забыл, если честно, как он называется. Можно посмотреть где-нибудь на Википедии. Но суть его звучит в следующем. Что как только мы что-то создали, то мы сразу говорим, что это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это всегда что-то, что мы еще не создали. И вот в этом смысле, мне кажется, да. То есть если мы понимаем, как что-то работает, все, это уже не искусственный интеллект. Нет, я не утверждаю. Но я так понял, что это еще не искусственный интеллект. Правильно? Это же не искусственный интеллект. Но если говорить про интеллект, тут вообще есть прикольная книжка Кеннемана «Думай медленно, решай быстро». Thinking fast – это слово на английском, значит. Там про две системы мышления. Одна быстро, другая медленно. Вот есть медленная система мышления, когда человек тщательно думывает, анализирует все вводные, применяет критическое мышление и так далее. И приходит к каким-то выводам постепенно. Это очень хорошее свойство людей, что они так умеют, но это суперэнергозатратно. И когда мы живем обычной жизнью, мы какой-то процент времени только можем переходить в такой режим. Все остальное время мы используем какие-то очень простые когнитивные соображения. Есть искажения в стиле. Что-то написано на глянцевой бумаге, вроде приятное на ощупь, скорее всего, правильное. И подобные штуки. Вот эти модели, они скорее пока про быструю систему мышления. Они хорошо там… То есть шаблонные. Да, у них хорошие шаблоны. Это слово похоже на это слово. У меня возникла такая ассоциация, вроде бы ответ такой, а здесь я что-то запомнил, я вот это сейчас вам и приведу. Но вот такого настоящего мышления пока что нет. Одна из технологических, на самом деле, проблем, которые свойственны этой модели, которые не свойственны интеллекту, чтобы мы под этим не понимали. Да. Такая. Эту модель заставляют за одну единицу времени, проделав там большое количество операций, но фиксированное, генерировать следующее слово. Представим, что человеку задали какой-то сложный вопрос. Часть слов он просто на автомате генерирует. Сколько будет там столько умножить на столько. Столько умножить на столько будет. Вот эти слова любой человек воспроизведет сразу. А перед тем, как дать ответ, он подумает, он начнет вычислять или обратиться к какому-то внешнему источнику, типа калькулятора, какое-то внешнее знание. Вот эти модели на текущий момент, они ограничены, они этого не делают. Пока этого не произойдет, точно это не искусственный интеллект. Но, как Костя говорит, как только это произойдет, мы тоже скажем, что это не искусственный интеллект. Не настоящий, да? Не настоящий. Так за что заплатили так много денег? За перспективу. Бизнес-перспектива, я правильно понимаю? Конечно. Это огромные возможности, потенциальные, а для некоторых бизнесов уже и вполне реальные. Ну, например. Для появления. Например, эта штука отлично генерирует какие-то письма на тему. она может не в творческих запросах, а в рутинах вполне себя заменять юристов. Я еще знаю, что она хорошо, допустим, ищет ошибки в коде. Найди мне ошибки в коде. Она быстренько нашла. Там действительно есть впечатляющие примеры, есть примеры, в которых она, собственно, делает ошибки в коде. Да. Ну, то есть, или пишет не оптимальный код, а считает, что оптимальный. Но мне кажется, что лучше всего она пока работает там, где ответственность мала. поздравления, реклама, письмо какое-то там, где, в общем, трудно налажать прямо на большие деньги. В рекламе лучше не лажать. С другой стороны, это же вопрос, кто берет ответственность за работу этой модели. Он всегда, на самом деле, возникает, когда мы говорим про систему управления или системы любые интеллектуальные, основанные на какой-то автоматике. Потому что, когда человек, например, начинает галлюцинировать и выдавать что-то не относящееся к действительности, такое же бывает. Правда, довольно часто. И на ответственных позициях в том числе. Но мы почему-то относимся к этому... Ну, да, люди ошибаются. Ну, бывает, заболел. Потому что мы можем возложить на него ответственность за это. А в модели мы чуть-чуть считаем, что у нее нет права на ошибку, потому что во многом непонятно, на кого возложить потом ответственность за эту ошибку. Ведь если вы, когда вы приходите к условному какому-нибудь эксперту и просите его, не знаю, объяснить какую-то тему или еще что-то такое, вы тоже в какой-то степени полагаетесь на его авторитетность. Но он может ошибаться в каждом конкретном вопросе или вообще в целом. И мы относимся к этому довольно толерантно. А вот в отношении модели мы эту толерантность теряем. Может быть и правильно, потому что требования, наверное, должны быть выше. Но мне кажется, с очень похожими проблемами мы сталкиваемся во всех областях, в том числе в селлдрайвинге. Это ровно та же проблема. Ровно та же проблема. А что, если модель внезапно сойдет с ума и начнет делать что-то, ну, начнет управлять машиной как-то плохо? Но человек же тоже может так сделать. Вопрос вероятности. Просто мы считаем, что это инструмент. Инструмент должен, типа, быть точным. А человек – это не инструмент, это существо. Оно может там заболеть, налажать, сойти с ума. Инструмент, дескать, обязан быть вот очень точным, делать только то, что от него требует. И я так понимаю, что в принципе то же самое относится и к нынешнему поиску. Потому что то, что ты нашел, это же не факт, что правда. Да? И условно говоря, когда Алиса голосом тебе отвечает на заданный вопрос, она же это прочла в интернете. И она вынуждена добавлять, откуда она это взяла, чтобы не брать на себя ответственность. Да, перекладываем ответственность на создателей контента. Ну, не перекладывая, это реально, это они написали. Мне кажется, одна из причин расцвета нейросетей именно сейчас, в последние годы, это то, что накопилось много информации в общем доступе. И есть на чем тренировать нейросети. Раньше были книги, потом появился интернет, теперь стало очень много интернета. Пожалуйста, тренируй. Так ведь это, да? Да. Вот. И соответственно, нейросети пока хорошо работают, потому что информация более-менее адекватна. Да? Скоро, я думаю, 50% информации в интернете будут сгенерированы нейросетями. И нейросети будут учиться на чуши нейросетей. Как с этим бороться? Есть какая-то стратегия? С такой проблемой мы не в первый раз на самом деле уже сталкиваемся. Эту проблему в миниатюре можно наблюдать с переводными текстами. Как только... Вот ровно такая же история. Машинный перевод обучен на параллельных текстах. Откуда взять параллельный текст? Из интернета. Параллельный это английский и русский на парах. Да. Вот мы берем какой-нибудь сайт, он любезно перевел с английского еще и на русский. И мы знаем, что вот этот текст на английском, это на русском, они означают одно и то же. Одно должно быть переводом, другое. Набираем из интернета кучу таких текстов и обучаем модель, которая автоматически умеет переводить. Что происходит после этого? Интернет, ну, при попытке найти еще параллельных текстов, мы постоянно натыкаемся на тексты, которые сгенерены с помощью моделей машинного перевода. И как с этим жить? Можно пытаться отличать. На самом деле, можно убирать те, которые плохо сгенерировались. Понятно. То есть, сгенерированные нужно метить. Ты должен понимать, кто написал. Робот или человек, да? Ну, это было бы прекрасно. Должен быть ватермарк. Да, но и человек тоже может фигню написать. Может. И даже иногда специально это делает. Наверняка. Но здесь есть возможность, поскольку это техника, можно заставить его подписываться. Написано роботом. И я так понимаю, что в Китае уже закон даже действует. Всем роботам подписываться. Ну, то есть, ставить маркировку, что картинка или текст сделан роботом. Но я так понимаю, что еще никто не придумал, как правильно маркировать. Или вы уже знаете как? Или вы уже маркируете? Или кто-то другой? Да я знаю, как маркировать. Как? Там, вы робот? Нет, нет, нет. Ты должен увидеть текст и с помощью какой-то несложной операции сразу понять. Текст этот... Если честно, мне кажется, что законодательно эту проблему очень будет сложно решить. Мы... Вот Леша привел в пример машинный перевод. А есть еще такой пример, как распознавание и генерация лиц. И это тоже вечная гонка и война вооружений. Есть люди, которые пытаются все более реалистично и реалистично генерировать лица, гипфейки и все прочее. А есть, с другой стороны, люди, которые пытаются все более и более эффективно находить сгенеренные лица, все более и более эффективно противодействовать этой угрозе. И вот, если мы там вспомним, несколько лет назад, там, два-три года назад, тоже все говорили, что вот сейчас и гипфейки, и эти сгенеренные лица, и все-все-все-все-все-все просто, не знаю, ну, приведет к тому, что мы никогда не будем знать, кто перед нами, мы никогда не будем доверять визуальной информации, мы никогда не сможем жить по-другому. Но за два-три года не могу сказать, что мир рухнул, очевидно, что когда ты видишь очень необычное видео с известным человеком, ты думаешь, дипфейк. Вот это просто, ты уже не доверяешь видеоинформации. Более того, я уверен, что сейчас суды с гораздо меньшим удовольствием принимают как свидетельство, или как, как улику видео и аудиозаписи. Ну, потому что их можно легко достаточно подделать. Но я еще здесь просто хотел это свести вот к какой мысли. Я как раз не зря сказал про две противоборствующие стороны, те, кто делают это и те, кто пытаются это выявить. А зачастую с помощью автоматических инструментов, опять же, других алгоритмов, которые обучены, проще отличать сгенерированную информацию, как текстовую, так и визуальную, чем человеку. Даже если ты посмотришь на этот текст, и тебе он будет казаться при каком-то первом взгляде, или даже при более глубоком детальном осмотре, он тебе будет казаться реалистичным, вполне возможно, что хорошо натренированный алгоритм по каким-то статистическим показателям в этом тексте, или, опять же, обладая какой-то доступом к внешней информации, то, что он может проверить. Поймет, короче. Он лучше скажет, что этот текст сгенеренный. И, как мне кажется, вот как родилась вот эта область детекции, дипфейков, сгенеренных изображений, всего вот этого. Вот так же родится область детекции сгенеренных текстов. И это, да, это будет война вооружений. А может быть, надо договориться как-то? Ну, существуют же стандарты, не обязательно законами это описывать. Есть стандарты, протоколы, еще что-то такой, связи. Интернет-то единый, ну, как пространство одно, можно же договориться. Я видел выступление человека из OpenAI, как раз, который говорит, что он как раз разрабатывает вот эту систему Ботермарка, маркирование, ну, результатов работы генеративных сетей. Но она работает при текстах сто плюс где-то слов, да, ну, то есть там какой-то вот как раз отпечаток зашивается. Ну, в общем, будет это или это не нужно действительно, в общем никому. Помните, раньше были энциклопедии бумажные? Вот в них вроде как все правда, да? Вот там люди проверили, постарались, нашли ошибки, вот, а это, может быть, будет какой-то банк проверенных, проверенных фактов, и от, а там будут обучаться нейросети? Может, так будет? На самом деле, вот это важная очень мысль. Можно говорить про то, что мы пытаемся бороться со сгенерированными текстами, но вот генерация это всего лишь такой инструмент, с помощью которого можно выразить мысль. А если там ватермарком помечен какой-то текст на тысячу слов, а его взял и своими словами переписал человек, всего не найдешь. Смысл от этого меняется у текста или нет? Смысл вроде не поменялся, ватермарков очевидно никаких нет. Все эти границы, они размываются, в общем, было бы хорошо иметь ватермарки, чтобы вот все подряд не копировалось, совсем глупых вещей, чтобы была защита. Но глобально доверие, оно берется не из-за способа сгенерировать, что вот это сгенерировал человек, поэтому мы доверяем. А какой человек? Важно. А этот человек обладает какой-то репутацией? Из тюрьмы звонят и просят номер карты, пока они не рассети, пока люди звонят. Я многим людям не доверяю. Ведут себя, как роботы часто, поэтому я бы не стал отвергать эту версию. Слушайте, у нас обычно есть блок, ответ на вопрос пользователей, самые часто задаваемые. Здесь мы, во-первых, еще подойдем, куда же вы вот эту свою версию ЧАДЖИПИТИ будете встраивать, но для начала вопросы, так скажем, которые очевидно беспокоят пользователей, даже несмотря на то, что сервисов-то таких особенно нет. Всех, ну как бы реалистичная версия Скайнета беспокоит в каком смысле? Не то, что роботы, терминаторы, бендер там типа убьют всех людей, а то, что они лишат их работы. И вот есть ощущение, что люди, которые там писали что-то как-то, креейторы, райтеры какие-то, маленькие, я не знаю, спортивные журналисты, еще что-то, уже как будто бы и не нужны, потому что вот есть что-то похожее на ЧАДЖИПИТИ. Есть, как эти, которые картинки рисуют, стейбл фьюжн, иллюстраторы, миджорный и далее, да? А, прости. Они картинки рисуют, на мой взгляд, я не умею вообще рисовать, но, по-моему, лучше среднестатистического дизайнера. И, я не знаю, еще что-то, есть как будто бы набор профессий, которые начинают искать в себе новую роль в жизни, да, учиться, я не знаю, программировать или вот шутить, как Сережа, потому что я ему еще в прошлый раз сказал, что ему можно не беспокоиться, я был поражен, оказывается, очень трудно комика заместить нейросетью. то есть, она может по-дурацки как-то парадоксально что-то написать, но смешно реально сделать, ну, даже в какой-то перспективе нет. Вот, скажите, кому готовиться? И вот, и не боитесь сами, потому что, ну, Copilot-то есть, уже автоматизирован как-то труд программиста, я понимаю, что вы не программисты вот в этом виде, но все равно уже начали как будто бы на вашем поле. Выли когда-то. Да. Кому страшно или нет, кому-то все-таки готовиться, наверное, лучше начать готовиться все-таки. Вообще, в принципе, людям всю жизнь надо учиться чему-то новому. Так, не радостно, не радостно. Эта штука подталкивает людей некоторых более активно, конечно, подталкивает, но на самом деле вот любой конкретный скилл со временем будет заменяться более удобными инструментами, которые умеют замещать этот скилл. Ну, не знаю, там, вождение, да, вождение машины. Ну, что-то пока не заменило. Ну, пока не заменило. Ждем, но пока никак. Ну, это вопрос, на самом деле, перспективы, то есть, качество будет улучшаться, со временем растет до нужного уровня, чтобы можно было доверять. Меня поразила, значит, проповедь написанную в чат-GPT в синагоге на Лонг-Кайл-Ленде. Рэбе прочел неделю, по-моему, назад. Прочел, сказал, как вы думаете, кто сочинил проповедь? Потом признался в чат-GPT. Говорит, мне страшно, потому что очень хорошая проповедь получилась. Но машина бездушна. Но самое главное, меня поразило следующее продолжение Рэбе говорит, я-то думаю, что он думал, вернее, что на мою профессию, на мой род деятельности роботы начнут заходить чуть позже, чем на места водителей. А выяснилось, что водить-то пока им еще не разрешили, а проповеди нормально уже сочиняют. А проповедь у него была какая-то на злобу дня или общего характера? Я не стал слушать. Представим, на самом деле, другое, что он взял бы и скопировал у какого-то другого человека проповедь и просто бы зачитал ее. Ну, наверное. Тогда бы тоже в этом бы не было никакой магии. Представим, что эта модель прочитала проповеди в интернете и ему какой-то случайный из них выдалось. Ну, очевидно, он тоже немножко хайпует. Да, хайпует. Но что же делать? Все немножечко хайпуют. Но имеется в виду, что как будто бы люди, работающие со словом, это вот самое... Не только со словом. Ну, вот художники. Художники, да. А есть же сейчас это уже банально звучит, что тебя заменит не нейросеть, а другой художник, который умеет работать, используя нейросеть. Да, это, как говорил Константин про мотыгу, просто художник с нейромотыгой может навозить или обработать просто место, где работал раньше пятеро. Все научатся. Не, ну все так. Раньше просто на бумажке все, например, рисовали, я не знаю, или там тексты на бумажке писали. А потом, не знаю, появился фотошоп, в котором там в какой-то момент начало появляться все больше и больше и больше автоматики. Именно автоматики, которая упрощает работу там, иллюстратора, художника, кого угодно. Это просто инструменты, которые ускоряют нашу работу. Но при этом, при всем, кстати, что довольно интересно, из этого может следовать, что вот мы получили инструменты, которые ускоряют нашу работу, и это значит, что надо будет меньше таких специалистов. Но исторически почему-то происходит другое. Вот если мы просто посмотрим, разработчиков стало больше за последние несколько лет, несмотря на упрощение инструментария. Дизайнеров стало больше, там, иллюстраторов тоже стало больше. Всех становится больше, несмотря на то, что инструменты позволяют нам работать быстрее. Но это значит, что, видимо, потребность общества в результатах работы этих специалистов, большинства творческих профессий, ну, или около творческих, или людей, которые так или иначе генерируют какой-то контент, она растет быстрее, чем улучшаются инструменты. И инструменты стали, как раз автоматизации, стали гораздо доступнее. Я, условно, 20 лет назад мог в компьютере меньше и дольше, чем я могу сейчас, открыв планшет, открыв там Procreate. Освоить эти инструменты стало легче, поэтому и стало больше дизайнеров. Я думаю, у всех все будет хорошо, а еще есть такая штука, как цена и ценность. Да? То есть, возможно, из-за того, что рисовать картинки теперь могут нейросети по клику мышки, как бы, странно вообще этим заниматься будет. И именно поэтому люди, которые это и делают, будут крутые. Вот смотрите, они вкладывают, кто-то там гугли боятся, не боятся, бинг вроде как уже встраивает. Вы говорите, Яндекс готов прям много тратить, набирает людей, набирает технику. А куда это? Что, тоже какая-то Боба? Чат Боба? Или как вы ее называете? Ну-ка признайтесь, как чат GPT называется в Яндексе? Инстру Боба. Инстру Боба. У нас, как обычно, это такое внутреннее название, которое... Не окончательное. Мы моментально придумываем, как только начинается движуха, надо моментально придумать какое-то рабочее название, но, ну, может быть, подумаем еще, может быть, когда будем что-то говорить наружу, мы скажем, как-то по-другому, и... Как это называется? Нет ничего более постоянного. То есть, название проживается уже навсегда. Я понял. Теперь это будет инстру Боба. Внутри это всегда будет инстру Боба. А еще желательно так, чтобы оно врагу было непонятно. И себе тоже было непонятно. Да, вообще никому непонятно. А теперь объясните, куда же эту инстру Бобу можно... Что ей можно подпереть? Где она будет? В поиске все-таки? Или где? Потому что, ну, Яндекс, в первую очередь, это, наверное, как кажется, поиск. Ну, или где? В почте? Где? Коротко будет везде со временем. Так. Базовая штука, что она умеет? Она умеет анализировать тексты, понимать смысл, адекватно отвечать и решать задачи. Я уже понял, к чему ты. То есть до живого человека в поддержке сейчас не допишешься никогда. Ну, это опять... Это в первую очередь. Опять вопрос ответственности. На кого мы переложим ответственность? Готовы ли сервисы будут доверить нейросети или все-таки? Я думаю, да, вот Костя говорил, что интуитивно люди доверяют моделям искусственного интеллекта гораздо больше, чем другим людям. Но что касается поддержки и телефонных роботов, я думаю, что все-таки ситуация обратна. Я хочу, чтобы живой человек знал, насколько я в гневе. Что я недовольный. Чтобы разделил боль, да? Да, да, да. Можно лампочки просто. А если ты не сможешь отличить? А если ты не сможешь отличить? На самом деле, мне кажется, что мы так все не любим автоматическую поддержку, потому что она просто еще недостаточно хороша, к сожалению. Если бы она решала наши проблемы, то отлично. Главное, чтобы я думал, что это вот живой человек сейчас страдает вместе со мной. Вы говорите, ну, всюду. Это как бы ответ про все и ни о чем. Визионерский. Почта вот прям сама очевидна. Так, ну-ка, а что? Ну, уметь автоматически отвечать на какое-то письмо, ты вбрасываешь какую-то мысль, ответь в вежливом стиле или в юридическом стиле. И она там что-то... Да, ответь вежливо, что нет. Она там что-то три абзаца написала в зависимости от ситуации, Прекрасно, прекрасно. Но очевидно, Алиса, она у нас... Извините, а можно я сейчас фантазирую, здесь буквально одну ремарку вставлю? А с другой стороны будет нейросеть, которая сумморизирует эту воду, которую написала первая нейросеть. И человек, который читает это письмо, тоже делает выжимку. И в итоге получается, что... Вам вежливы ответили. Вас послали. Да-да-да. Развернутым будут общаться только нейросеть друг с другом. А все хотят либо бросать немножко и получать большой контент, либо сумморизировать большой контент до сути. Сумморизация. Это ведь не только почта, которая тебе пришла от бота твоего собеседника, но, наверное, что-то ближе к поиску. То есть, это какое-то расширение нынешней вот этой концепции, быстрого ответа, да? Или нет? В поиске, да. Вот я говорил, что у нас концепция, что мы помогаем разбираться, помогаем как-то быстро сумморизировать, максимально быстро выдавать информацию. И эволюция поиска происходила поэтапно. То есть, запустили одно, запустили другое, потом потихоньку улучшаем все эти технологии. Они дошли уже до какого-то ну, приемлемого, как я считаю, уровня. Но вот эта штука, которая может выводить на новый уровень эти технологии. А, слушай, это вот когда я сколько, три-четыре года назад Яндекс купил как-то сервис Question Q, это вроде как подтвержденный, правильный ответ. Это по идее как раз поле, на котором инструбоба должна, условное поле, не обязательно, буквально, должна обучаться, и там с большей вероятностью верно все. Так вот приблизительно? Ну, с точки зрения струбоба, да, это часть интернета, и как-то очевидно, чтобы в сервисах использовать, мы должны систему вырабатывать именно, каким источникам доверять, каким не доверять, и что еще важнее, чтобы люди могли в принципе этой штуке верить, мы должны уметь разворачивать ответ так, что она доходит до первоисточника. Ага. То есть вот такой текст, ты уточняешь какие-то детали, и после этого можешь понять, откуда она, собственно, это взяла, какие-то подтверждения. А, то есть разверни мне. Да. Хочу подробности. Разверни. Ну, мала вероятность, что эта штука вот перестанет галлюцинировать абсолютно, и можно будет абсолютно ей доверять, и галлюцинировать будет сильно меньше, чем это делают люди, скажем. Поэтому, чтобы было доверие, нам необходимо, чтобы была возможность дойти до первоисточника, докопаться. Хочешь короткий ответ, коротко, вот так. Можешь поверить, Должен быть факт-чекинг, потому что, на самом деле, в мире растет количество паранойи, и не зря. Уже никому, ничему нельзя доверять, особенно в интернете. Поэтому, я начинал... В интернете этот подкаст не выложим никогда. Если он в интернете, не доверяйте тут ничему, что мы сказали. Я с чего начал? Что поисковые системы, вы даете миллион страниц, это неудобно, но, если ты параноик, параноик, это то, что ты хочешь, ты можешь сравнить, провести как раз эту работу огромную. Провести всю жизнь свою за этой работой. Поэтому чат GPT, он не дает возможности, по-моему, найти все те источники, из которых он сложил ответ. А он же не имеет... Он же ограниченный, он ищет по себе. Он не то, чтобы робот, который тянется в интернет. Его обучили на чем-то? Ну, это минус. Пока что да. Вот это важный момент, на самом деле, про то, чтобы система стала по-настоящему умной. Вот, допустим, мы говорим об этой технологии, как об убийце поиска. Вот пока она не ходит в дополнительные какие-то данные, очевидно, она не может убить поиск. А почему, кстати, так делается, что долго учат на том слепке интернета или чего-то данных, который был вот в начале обучения? Почему она не доучивается потом? Есть информация, что она плохо знает, что было после 21 года. Вообще ничего не знает. Ну, это как раз вот, когда я ее учил. Доучиваться, это техническая задача. На самом деле, если эта модель будет как-то так или иначе пользоваться поиском, ну, понимать, что часть решения задачи заключается в походе в поиск или еще в какую-то умную систему машин обученную. Получение оттуда информации даже. Суммаризация. Тогда она не будет такой быстрый. Тогда она не будет быстрой, но она имеет шанс решать задачи не хуже, чем поиск. Очевидно, это такие технические шаги дообучаться, чтобы там свежие, свежие данные. А почему их никто не сделал пока, если это технические, очевидные вещи? Ну, это же неправда. Нет, подождите, давайте, мне кажется, что здесь важно очень две вещи, раз уж это мы, наверное, видимо, куда-то близимся к закату нашего подкаста, вот, мне кажется, важно проговорить две вещи. Первая вещь это то, что мы говорим про это как революцию, но в реальности надо понимать, что это эволюция, то есть любая новая технология в науке есть такое выражение, как мы стоим на плечах гигантов, вот мы всегда стоим на плечах гигантов, то есть любая новая технология это некоторое либо переосмысление, либо перекомпоновка, либо какая-то добавка к тому, что уже существовало. И если мы посмотрим на там GPT-3, чат GPT, или если мы посмотрим там на Zilibobu и там Instubobu, то одно, оно логически вытекает из другого, одно является продолжением другого, это не слом парадигмы, это продолжение просто предыдущей парадигмы, ее метаморфозы и преобразования. Вот, если ты позволишь, это как раз критика самый большой научник машинного обучения в Фейсбуке, один из пионеров этой отрасли, Ян Ликун, как раз сказал, что вы все носите ее на руках, ничего там экстраординарного нет. Все большие корпорации имеют похожие системы и более того, во всех академических центрах, ну, институтах или лабах что-то похожее приблизительно делается, ничего универсального нет, то есть такое впечатление, что это вот уровень, к которому подошла вся сфера сейчас, весь бизнес. В какой-то степени да, мне кажется, знаете, есть такие моменты в человеческой истории и там в развитии науки и технологий, вот, например, один из таких моментов был там, мне кажется, это довольно интересный пример. Когда ДНК открыли, когда Уотсон и Крик открыли ДНК, то и получили потом за эту Нобелевскую премию, ну, открыли структуру ДНК, вот, то мир уже понимал, что вот это открытие, оно где-то близко, потому что довольно большое количество научных лабораторий работали параллельно над этой проблематикой и уже были готовы там в ближайшие, не знаю, месяцы, было понятно, что вот сейчас оно случится, случится. Это огромное количество разных публикаций, как вообще происходит разработка чего-либо. И в OpenAI точно так же. Люди садятся, читают статьи других людей, смотрят на их идеи, отбирают наиболее, как им кажется, перспективные из идей других людей, добавляют свои идеи и получают что-то новое. И так происходит развитие науки и технологий везде, и в OpenAI тоже. И поэтому, чем дальше вот этот средний уровень технологичности и всей сферы в целом продвигается, он также продвигает вперед бейзлайны отдельных компаний. И в этом смысле, да, тут получается так, что это такая гонка, то OpenAI что-то сделает первым, то там, не знаю, то Facebook, то мы, и вот так вот оно все происходит. Это вот такие медленные шажочки. Но каждый смотрит друг на друга и берет друг от друга самое лучшее. Ну, будем надеяться, что ваш инструбоба типа даст жару или там публикации, или что. А, денег, денег, это же бизнес. Даст много денег. Ну, я не знаю, чем еще заканчивать. Видеокарты дорогие, нужны деньги. Надо как-то отбивать. Наверное. Надо как-то отбивать. Я купил как-то раз видеокарту, до сих пор не отбил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Продолжение следует...